Лучшие колонки для телевизора в 2023 году до 15 тысяч рублей. В каждом телевизоре по умолчанию есть динамики, которые часто выдают звук среднего или даже низкого уровня. Поэтому многие покупатели дополнительно приобретают колонки. Причем, если раньше это были либо просто две прямоугольные коробки с большими динамиками, либо полноценные домашние кинотеатры, то сейчас на рынке появились десятки разнообразных устройств. Загибайте пальцы. Мини-колонки, саундбары, колонки 2.1, колонки 5.1, колонки 7.1, портативные колонки, умные колонки, звуковые проекторы. И это только самые виды популярные среди обычных людей. А ведь есть еще и профессиональные решения. Короче говоря, выбрать среди такого разнообразия хорошее устройство – задачка не из легких. Поэтому специально для вас, дорогие зрители, мы подготовили рейтинг лучших колонок для телевизора в 2023 году. Сразу отметим, что это не полноценный топ, так как адекватно сравнить условный саундбар с условной умной колонкой просто невозможно. У них банально разные функции, хоть и одно назначение. Поэтому мы просто собрали список самых лучших и популярных устройств в каждой категории. Купив любое из этих устройств, вы на 100% закроете свои потребности. Ведь у всех моделей из нашего списка хорошие отзывы на популярных маркетплейсах. Лучший выбор – это выбор покупателей. А если вы хотите, чтобы ваши покупки всегда были выгодны, подпишитесь на наш телеграм-канал. Каждый день мы находим лучшие предложения, акции и бонусы от крупнейших магазинов страны. А еще мы разыгрываем реально ценные призы. Подробности в нашей телеге. Мини-колонки Creative Pebble Открывают наш топ мини-колонки Creative Pebble. Они в нашем топе самые бюджетные. За этот неоспоримый плюс пришлось заплатить качеством звука, оно на среднем уровне. При этом, если у вас не самый дорогой телевизор, они вполне способны, если и не улучшить, то точно дополнить воспроизводимый звук. Если вы планируете взять их, то советуем размещать их не рядом с телевизором, а рядом с диваном или кроватью на тумбочках. Да, из-за этого придется повозиться с проводами, но зато вы получите эффект объемного звука. Конечно, это и рядом не стояло с полноценными домашними кинотеатрами, но вы должны понимать, что цена домашнего кинотеатра переваливает за сотню тысяч рублей, а Creative Pebble стоит всего две тысячи рублей. А с купонами и акциями, информацию о которых вы можете найти в нашем телеграме, цена упадет вплоть до одной тысячи рублей. Короче говоря, устройство хорошее и надежное. Это понимают и его покупатели на Яндекс.Маркете. Оценка у этих колонок 4,8 баллов при почти 500 отзывах. Покупатели чаще всего хвалят хороший звук и дизайн, а ругают низкую мощность и качество сборки. Вот пример отзыва. Красивый и на вид, приличный звук за эти деньги. Понятно, что они не для меломана, а для просмотра кино и видео. Качество сборки среднее, с ними нужно бережно обращаться. Это не недостаток, просто учитывайте при покупке, что домашним громилам они не подойдут. Наш вердикт – за две тысячи рублей лучше не найти. За хороший для своей ценовой категории звук и стильный внешний вид вы заплатите очень низкую цену. При этом придется пожертвовать качеством сборки. Саундбар Redmi TV. Простым языком, саундбар – это длинная колонка, которая усиливает и улучшает звук за счет своей конструкции. Раньше саундбары выступали в качестве дополнительного устройства для домашних кинотеатров, но с развитием технологий стали вполне самостоятельным устройством. Один из лучших саундбаров в 2023 году – Redmi TV. Думаю, большинство знает, что Redmi – это дочка компании Xiaomi, а Xiaomi – это топ за свои деньги. И этот саундбар вполне подтверждает эту фразу. За три тысячи рублей вы получаете устройство, которое из плохого звука сделает средний, а из среднего – хороший. А если у вас уже хороший звук, то зачем вам саундбар? Впрочем, даже в этом случае Redmi TV вам может пригодиться, потому что саундбары не просто улучшают звук, но и усиливают его. То есть, если ваш телевизор нормально слышно только на расстоянии в 5 метров, то саундбар расширит это расстояние до 10 метров. Кстати, в характеристиках Redmi TV указано, что его можно закрепить на стене. Делать так мы вам не советуем, потому что высок шанс, наоборот, ухудшить звук и сделать его более глухим. Оптимальное положение для саундбара – на полке или на тумбе прямо перед телевизором. Redmi TV пользуется огромной популярностью на Яндекс.Маркете. Покупатели оставили более 2000 отзывов, а оценка устройства составляет 4,6 баллов. Чаще всего хвалят хорошее качество звука и компактный размер, а ругают малое число разъемов. Вот один из отзывов. Всё устраивает. Звук теперь не отражается от стены, а непосредственно идёт на нас. Подключила к телевизору по Bluetooth. AUX и переходник были в комплекте. Xiaomi действительно предлагают отличные устройства по недорогой цене. Redmi TV исключением не стал. За 3000 рублей вы получаете хороший, если не сказать отличный, саундбар. Да, есть мелкие косяки. Например, очень многие пишут про китайскую вилку. Только вот на российский рынок саундбар поступает вместе с переходником, поэтому не совсем понятно, на что жалуются покупатели, которые сами не смогли найти переходник в коробке. Акустика Edifier Акустика Edifier — это более продвинутая версия мини-колонок Creative Pebble. По техническим характеристикам, они буквально лучше во всём. Что так-то логично, ведь и стоят они уже не 2000 рублей, а целых 12 тысяч. Впрочем, цена в данном случае полностью оправдана. Звук здесь лучше не в 5, не в 10, а в сотню раз. Да, это всё ещё не уровень полноценного домашнего кинотеатра, но мы с уверенностью заявляем, что во всех телевизорах до 100 тысяч рублей стоят динамики куда хуже, чем в этих колонках. Поэтому, купив акустику Edifier, вы многократно улучшите звук. Также отметим очень удобный пульт дистанционного управления. С его помощью вы сможете управлять колонками, не вставая с дивана или кровати. Но, к сожалению, на пульте нет кнопок включения и отключения. Ещё один маленький недостаток – их размер и вес. Акустику Edifier можно спокойно поставить на тумбу или стол, а вот повесить их – задача не из простых. Придётся докупать специальные конструкции и встраивать их прямо в стену, что может показаться некоторым людям не самой удачной затеей. Впрочем, даже несмотря на это, у колонок отличные оценки на Яндекс.Маркете. За 132 отзыва они получили 4,8 баллов. Покупатели очень хвалят звук, стильный дизайн и качество сборки. А ругают не очень удобный пульт дистанционного управления. Вот один из отзывов. Очень достойные колонки начального уровня. Тесты на звучание пройдены, претензий нет. Всё сделано аккуратно. Почему-то производитель не положил в комплект батарейки. Видимо, ему жалко лишних 50 рублей. Ожидал от Edifier посредственность, но получил качественное устройство. Да и небольшой комнат и отличный вариант. Наш вердикт — относительно недорогие колонки с отличным звуком, интересным внешним видом и хорошим качеством сборки. От себя лично просим производителя Edifier положить в коробку батарейки для пульта. Портативная акустика JBL Charge 5. Вообще, портативные колонки не принято использовать для телевизоров. Обычно с ними по улице ходят малолетки, слушающие рэп и раздражающие этим всех вокруг. Но у нас для вас есть сразу три аргумента, почему вам стоит рассмотреть JBL Charge 5 в качестве основной колонки для телевизора. Во-первых, это звук. За 14 тысяч рублей вы получаете очень качественное звучание, которое сравнимо с полноценными колонками за цену в два раза выше. Отметим, что портативные колонки в первую очередь ориентированы на музыку, поэтому в первое время звук будет казаться непривычным. Во-вторых, это отсутствие проводов. Если вы хоть раз пытались подключить к телевизору хотя бы три колонки, так, чтобы они не сплетались между собой проводами, то знайте, насколько беспроводные технологии облегчают жизнь. При этом колонку можно разместить хоть рядом с собой. Качество звука от этого вообще не пострадает. В-третьих, это просто удобно. Представьте ситуацию. Телевизор стоит в гостиной. Вы смотрите любимое шоу, но вам надо срочно пойти на кухню минут на 15. За это время вы точно пропустите что-то интересное. Но если у вас будет портативная колонка, вы просто возьмете ее с собой на кухню и продолжите слушать любимое шоу. Конечно, есть минус. Сложность с подключением сразу нескольких колонок. Полноценную акустическую систему из портативных устройств пока не создашь. Впрочем, подобное для многих не является проблемой, поэтому оценка у JBL Charge 5 на Яндекс.Маркете 4 и 9 баллов за почти 2000 отзывов. Покупатели хвалят звук, долгую работу, компактность и быстрое сопряжение. А ругают за недостаток басов и невозможность подключения внешних устройств. Вот один из самых популярных отзывов. Месяц назад купила уже вторую такую колонку. Первую приобретала два года назад. Руки сконнектить две колонки в режим стерео пока еще не дошли, так как одна дома, а вторая на даче. По качеству монозвучания в любом случае никаких претензий. Как человек с музыкальным образованием и абсолютным слухом, хочу заметить, что мне звучание Charge кажется мягким и приятным. Если вам важна портативность, то это объективно лучший выбор. Однако, если вы планируете поставить колонки рядом с телевизором и больше никогда их не трогать, советуем рассмотреть другие варианты. Также от себя добавим, что цена на бренд JBL существенно подскочила за последние два года. Раньше такая колонка стоила бы 1708 максимум. А если вы хотите и сейчас купить ее за такую цену, то используйте купоны и акции, о которых мы рассказываем в нашем телеграм-канале. Умная мини-колонка с Алисой Скорее всего, когда вы в начале видео услышали про умные колонки, то сразу поняли, в нашем списке будет Яндекс.Станция. Это устройство настолько популярно, что, по ощущениям, есть уже в каждой десятой семье. Если что, цифры мы взяли не с потолка, так как только на Яндекс.Маркете у умной мини-колонки более 100 тысяч оценок. Кстати, если вы хотите узнать, почему мы взяли в наш список именно мини-станцию, а не ее полноценную версию, то ответ прост до банальности. Полноценная версия слишком дорогая. Если умную мини-колонку за 6-7 тысяч рублей еще можно понять, то вот цену в 15 и более тысяч рублей уже совсем понять нельзя. Напомним, что акустика от Edifier стоит 11-12 тысяч рублей, при этом выдает звук на голову выше, чем полноценная Яндекс.Станция. А вот умная мини-колонка хороша во всем. И звук хороший, и габариты небольшие. Но вы должны понимать, что в первую очередь такие устройства берутся не столько для прослушивания, сколько для интеграции с умным домом. Один из самых популярных примеров — управление телевизором через Алису. Если вы по каким-то причинам не хотите заниматься подобным, то умная мини-колонка явно вам не подходит. Впрочем, подойдет она 99% людей. Ведь почти 30 тысяч человек своими отзывами установили рейтинг устройства на Яндекс.Маркете в 4,9 баллов. Покупатели хвалят звук, дизайн и возможность управления умным домом, а ругают автономность и обязательное подключение к сети. Вот один из самых популярных отзывов. Это лучшее приобретение за последний год. Я серьезно приобрела в подарок мужу, так как он хотел. Но я не видела в этом смысла вообще, так как не представляла, зачем она нам. Но я никогда так не ошибалась. Моя дочь начала сама засыпать под подборку музыки для сна младенца. Старший сын слушает песни из мультиков и сказки. Убираться стало гораздо веселее, так как можно включить или музыку, или подкасты. Наш вердикт. Если хотите себе умную колонку, то смело покупайте. Если не хотите, лучше рассмотреть другие варианты. Подведем итог. Как уже было сказано в самом начале, сравнить эти устройства между собой невозможно. У них слишком разные варианты использования, несмотря на то, что все они так или иначе являются колонками. Поэтому при покупке устройств в первую очередь опирайтесь на то, как вы будете их использовать, а не на технические характеристики или цену. Creative Pebble – самый базовый уровень. За 2000 лучше не купить. Redmi TV – качественный и стильный саундбар за 3000 рублей. Подойдет, если нужно улучшить и усилить звук телевизора. Акустика Edifier – мощные колонки за 12000 рублей. Подойдут тем, кто хочет один раз все настроить и потом на долгие годы забыть о покупке новых колонок. JBL Charge 5 – портативность и хорошие технические характеристики за 13000 рублей. Брать только в том случае, если планируете носить колонку с одного места на другое. Умная мини-колонка с Алисой – так себе колонка, но идеальное устройство для умного дома. Берите только, если хотите пользоваться системой умного дома и Алисой. Напоминаем, что ссылки на все модели находятся в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мы регулярно публикуем интересные топы разных гаджетов. А в нашем телеграм-канале вы найдете лучшие предложения, акции и бонусы от крупнейших магазинов. Субтитры сделал DimaTorzok